Горячее водоснабжение есть уже почти во всех образовательных учреждениях. Исключение школа номер 20, неподалеку от которой идут ремонтные работы на теплотрассе. Но к первому сентября обещают восстановить подачу горячей воды. Всего в городе приводят в порядок 22 участка тепломагистрали, включая и 7 дополнительных. Беспрецедентные масштабы ремонтных работ стали возможны благодаря переходу Самары в единую ценовую зону теплоснабжения и увеличению инвестиций. Протяженность обновляемых теплотрасс увеличилась, она составляет более 20 километров. Напомним, что соответствующую задачу пересмотреть планы и инвестпроекты, сдвинув сроки перекладок теплотрасс на более ранние, главам муниципалитетов в преддверии начала ремонтной кампании поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идея стратегии лидерства отражена и в его ежегодном послании жителям региона и депутатам Самарской губернтской думы. Президент страны поставил задачу обеспечить прирост инвестиций не менее 5% в год. И увеличить долю ВВП страны до 25% к 2024 году. Такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов, прихода в регион новых инвесторов. Совсем скоро в Самаре закончатся гидравлические испытания. В конце недели в дома и социальные учреждения вернется горячая вода. На этой неделе должен решиться и вопрос по котельной «Волго-Теплоснаб» в Куйбышевском районе, где горячей воды нет в 23 домах и нескольких социальных объектах. Городские власти собрали необходимые документы, отправили их в надзорные органы и добились предписания прокуратуры в отношении «Волго-Теплоснаб». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила глава города Елена Лапушкина. Мы работаем для того, чтобы по горячей воде не было проблематики. Собственник по закону обязан организовать работу котельной либо собственными силами, либо нанять кого-то. Надо собственника брать в визовую рукавицу, что мы и делаем. Задача, чтобы котельная начала работать и обеспечила горячей водой жителям. Точка. Все. Вот в этом вопросе мы работаем. Вопрос также находится на контроле в областном министерстве энергетики и ЖКХ. Котельная обязана возобновить работу. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События.